Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по сложным и трудным местам Священного Писания. Но мы получили в нашу редакцию вопрос, я зачитаю этот вопрос целиком. Правильно ли напоминать ближним о том, что они тебе должны? Почему Павел козыряет в просьбе тем, что ему должны? Зачем Павел напоминает о долге? Разве это скромно? Павел сказал, что в нас должен быть Святой Дух, как залог спасения, а сейчас его почти ни в ком нет. Кто же спасется, раз нет свидетельства Духа? Ну, я объединил этот многосложный вопрос вот этим последним уточнением. Кто же спасется, раз нет свидетельства Духа? Прежде всего, наш зритель как бы ставит на вид апостолу Павлу то, что апостол Павел напоминает верующим о том, что они должны ему. Наш зритель написал, «Павел козыряет в просьбе тем, что ему должны». Давайте посмотрим, что пишет сам апостол Павел. Это послание к Филимону, 1 глава, 19 стих. «Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты сам собою мне должен». Здесь мы видим, что да, конечно, он очень много сделал для этих людей, но он старался есть хлеб, который зарабатывал своими руками и расплачивался при всяком удобном случае, когда у него были средства. 1 Коринфянам 4,15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников, пишет апостол Павел, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовестием». То есть апостол Павел совершил в жизни этих людей самое главное, что должно произойти с человеком, это успеть духовно возродиться в этой жизни до момента собственной физической смерти. Поэтому в некотором смысле они действительно были должны ему сами собою. И Божий закон устанавливал, что десятую часть от всех доходов, десятую часть с урожая отдавали священнослужителям, чтобы они были заняты только тем служением, на которое поставил их Господь. Кстати, когда было крещение Руси, то была жесткая десятина, но позже церковь отказалась от нее сама, потому что она была окружена заботой прихожан, и она не нуждалась в каком-то таком жестком правиле, что все должны давать десятую часть на церковь. Так произошло и на Руси, так произошло и в Западной Европе. То есть церковь всегда довольствовалась тем, что она имела, в принципе. Если говорить об общем достатке священнослужителей, это средний достаток, особенно сельское духовенство, там даже есть проблемы. Но апостол Павел писал «Имеешь пропитание и одежду, будь доволен этим». Теперь по поводу того, что все как бы бездуховны. Кто же спасется, раз нет свидетельства Духа? Изначально наша природа духовная, поэтому допустить мысль, что кто-то из нас стал бездуховным, мы не можем. Человек — это духовное существо в значительно большей мере, чем, собственно говоря, материальное существо, физическое. Ну, например, человек не верит в собственную смерть. Вот это буквально как бы вложено в каждого человека. И когда уже ему выносят приговор, что да, все, никто ему не поможет, он продолжает верить в жизнь. Потом нравственные идеалы, значит, для человека значительно больше, чем насущные материальные какие-то вопросы. Человек — это жертвенное существо. Даже неверующий человек, который, например, на войне жертвует своей жизнью за други своя, это проявление духовности. Это связано прежде всего с тем, что человек был создан удивительным образом. В книге Бытия, 2 глава, 7 стих, говорится, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть в человеке есть и то, что принадлежит к материи, прах, и то, что вдыхается в его тело, и то, что делает его душою живою. И в понимании древних экзегетов человек — это среднее существо между ангелом и животным. И в зависимости от того, что будет преобладать в его жизни, он будет приближаться или к животному состоянию, или к ангельскому. Это существо между небом и землею. Поэтому это только видимость, что главные потребности человека связаны с физическим выживанием. Это не совсем так. И в зависимости от своей привязанности к маленьким своим детенышам, они готовы жертвовать своей жизнью, тем более люди. «Человек объят Духом Божьим». Книга Деяний, 17 глава, 28-29 стих, мы читаем. «Ибо мы им, то есть Богом, живем и движемся и существуем, то есть все мы, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род, и так мы, будучи родом Божиим». Действительно, человек — это существо уникальное во всех отношениях. И сводить человеческое существо только к животным началам, это оскорбительно для того божественного замысла, который существует по отношению к каждому человеку в отдельности и всему человечеству в целом. С другой стороны, в Евангелии от Иоанна 3,8 сказано, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». То есть действие, призывающие благодати Духа Святаго, касается всех людей, независимо от их возраста, пола, расы, религии и так далее, и так далее. Но другое дело, что призывающая благодать нуждается в ответе, в нашем согласии. Помните, как Дева Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И благовещение состоялось. И призывающая благодать – это как Господь стучит в твое сердце, в мое сердце. Он хочет войти в жизнь каждого из нас, чтобы стать для нас освящающей и оправдывающей благодатью. А здесь мы с вами должны помнить, что все таинства Церкви и крещения, и покаяния, и причастия – они совершаются Духом Святым. Таким образом, никто не брошен, никто не бездуховен. Просто иногда человеку надо выстроить правильную иерархию ценностей, что для него должно быть на первом месте, что на втором, что на третьем. А учитель Церкви Тертулиан, так тот вообще учил, что душа каждого человека, включая язычников, безбожников, душа каждого человека по природе – христианка. Поэтому, проповедуя людям, мы не предлагаем им что-то такое, что чуждо их природе. Мы пытаемся пробудить через проповедь их изначальную природу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.